Это Ноябрьск, 24. Здравствуйте. Сейчас о главных событиях четверга. Время для реабилитации. Благотворительный фонд Ямини собирает заявки от родителей детей с инвалидностью. Браслет доброты, где приобрести силиконовый аксессуар и на что пойдут вырученные деньги. И где рождается искусство. Народный артист России Юрий Розун снова даст мастер-классы ноябрьским музыкантам. За последние месяцы строительной компании «Ямал Альянс» уволились около 200 человек. Но что делать остальным? Несколько сотен рабочих по-прежнему дожидаются выплат зарплаты. Фирма не только занимается строительством, но и предоставляет автомобили городской станции скорой помощи. Когда и почему дела в компании неожиданно пошли так плохо и есть ли шанс выжить? Подробности у Евгении Деминой. Какова перспектива организации дальнейшая? Я так понимаю, на свечении никто не будет рассказать. Потому что объемов нет, договоры расторгают. Это может бесконечно продолжаться. О перспективах организации ее работников представители ответственных структур решили поговорить напрямую. В офисе «Ямал Альянса» в четверг трудовая инспекция и Центр занятости населения отвечали на все вопросы сотрудников. Их в компании сейчас числится около 400. За последний месяц 200 человек уже уволились. Главной претензией по-прежнему остается не выплата зарплат. С июня месяца по октябрь уволен 1 ноября. Получается, за 5 месяцев получил 30 тысяч. Риту аванса. Риту аванса. Сколько в общей сложности сейчас вам компания должна? Где-то 230 тысяч. Нет, больше октября. А, октябрь еще неизвестно, просто октябрь не закрыли, там еще больше будет. Но в любом случае понимание есть, что в ближайшее время будет выплачена задолженность по заработной плате. Деньги на счет службы судебных приставов уже поступили. Сейчас исполнители судебных решений проверяют данные и реквизиты сотрудников. Впрочем, как уверяет руководство, долги по зарплате уже закрыты в отношении 150 человек. Более того, некоторые успели получить свою зарплату дважды. При поступлении исполнительных листов, то есть была спешка, чтобы быстрее выплатить. И некоторым людям выплатили. Это было 15 человек, сначала 8, потом 15 вычислили. Было несколько раз. Сейчас опять пошло задвоение. Вот делаем сверку, тоже в районе 15 человек получили два раза уже. Сейчас руководство строительной компании предлагает своим сотрудникам увольняться, пока фирма не вошла в стадию банкротства. В Центре занятости населения готовы помочь людям с поисками новой работы. Правда, свободных мест в нашем городе в этой сфере не так много. По данным портала службы занятости Ямала, в сфере строительства в Ноябрьске сейчас 10 свободных рабочих мест. Шесть из них предлагают вакансии инженерам. Остальные это прораб, монтажник и начальник участка. Электриков и сварщиков требуется чуть больше. Здесь около 70 свободных мест. При отсутствии нужной работы в нашем городе Центр занятости готов помочь с трудоустройством в соседних. Что касается самой компании «Ямал Альянс», то шансов остаться на плаву у нее немного. Собственник и основатель фирмы ею сейчас юридически не управляет. Доли предприятия были заложены в Московском банке «Пересвет». Под них строительная фирма брала кредиты. Еще в апреле, после невыплаты взносов по кредитам, банк освободил директора от обязанностей и назначил управляющую компанию из Москвы. Управляющая компания получила право финансовых подписей. И мы, естественно, Руденко был лишен этого права. Ну и, соответственно, все финансы они использовали по своему усмотрению. Дело было в задержках заработной платы, задержках поступления средств от контрагентов. А потом это все пошло как снежный комп. Это решение теперь уже экс-директор сейчас обжалует в арбитражном суде. Заседание назначено на 26 ноября. А пока деятельность фирмы фактически приостановлена. Деньги от контрагентов поступают непосредственно в службу судебных приставов. С этим предприятие не может ни закупать материалы, ничего делать абсолютно. То есть все поступающие средства идут в службу судебных приставов. И именно на заработную плату. В данный момент служба судебных приставов наложила запрет на продажу имущества строительной фирмы. Среди него числится и техника, и автомобильный транспорт. Одним из самых крупных заказчиков Ямал-Альянса, к слову, была и пока остается городская станция скорой помощи. С ней у компании заключено три договора на оказание автотранспортных услуг. Контракт на 2018 год, например, предполагает предоставление 13 автомобилей скорой помощи вместе с водителями. Судя по информации с портала торгов, обязательства перед скорой Ямал-Альянс исполняет. Претензий у заказчика нет, оплата услуг производится своевременно. Однако, судя по сообщениям из социальных сетей, с задержкой зарплаты водители автомобилей скорой тоже столкнулись. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьска, 24. Они восприимчивы к антибиотикам и запросто могут привести к летальному исходу. Если выявленные проблемы быстро не устраняются, Роспотребнадзор через суд добивается приостановления деятельности медучреждений. И такие случаи отмечает в ведомстве не редкость. Меньше месяца остается до уплаты имущественного налога. Срок истекает 3 декабря. До этого времени людям нужно оплатить земельный, транспортный налог, а также налог на имущество. Если возникают вопросы и проблемы, их можно оперативно решить. Налоговая инспекция проводит традиционные дни открытых дверей. 9 и 10 ноября специалисты будут работать в усиленном режиме без перерыва на обед. Жители города смогут на месте узнать, кому полагается льгота и как ее оформить. Сотрудники налоговой инспекции проведут консультацию по всем интересующим вопросам. Все равно же можем подключить к личному кабинету налогоплательщико-физических лиц, помочь произвести вход в личный кабинет, сменить пароль, а также объяснить его функциональность и преимущество этого личного кабинета. Такой сервис, который позволяет гражданам, не выходя из дома, решить все вопросы. Написать обращение. Уже налоговый орган ответит на эти обращения. Кроме того, налоговая инспекция предлагает жителям Ноябрьска задекларировать иностранные счета. Это добровольная процедура. Декларировать можно зарубежные имущества, транспорт, счета и вклады. Переводить деньги или активы в Россию и платить с них налоги не требуется. Достаточно только сообщить о них. Взамен государство освобождает от налоговой административной и уголовной ответственности по ряду экономических статей. Добровольное декларирование иностранных счетов. Это так называемая амнистия капиталов. Сейчас проходит ее второй этап, который продлится до 28 февраля включительно. Вопросы по спецдекларированию можно задать по телефону 36 59 28. На Ямале врачам в работе с пациентами поможет искусственный интеллект. Наш округ станет пилотным регионом, где будет внедряться система искусственного интеллекта для медицины. Врачи ожидают, что она поможет в кратчайшие сроки выявлять сердечно-сосудистые и онкологические заболевания на ранних стадиях, прогнозировать риски развития патологии и даже предсказывать момент, когда пациент обратится к врачу. Кроме того, технология позволит снизить вероятность ошибочных заключений врачей. Благотворительный фонд Ямини собирает заявки от родителей детей с инвалидностью, которые желают пройти реабилитацию в медцентрах за пределами округа в начале следующего года. Документы необходимо подать за два месяца до предполагаемого лечения. Первые выезды детей запланированы на 7 января. Документы на компенсацию лечения уже поступили от 65 ноябрьцев. 90% из них дети с ДЦП и психоневрологическими проблемами. Кроме того, уже сейчас принимаются обращения от родителей, чьи дети планируют пройти лечение по месту жительства. В этих случаях с ними будут заниматься приезжие специалисты из ведущих реабилитационных центров страны. Уже есть договоренность с врачами из Тюмени. У нас всегда есть наши рабочие телефоны в городе Салихарде. И по нашим телефонам 407-76-407-56 всегда специалисты дадут калифицированный ответ, помогут в заполнении обращений в наш адрес. Мы работаем с оригиналами обращений, поэтому нам необходимо эти документы, конечно, получить в Салихарде, чтобы это были оригиналы. Помочь нуждающимся в лечении детям может каждый ямалец. Для этого нужно приобрести силиконовый браслет в центре доверия. Его стоимость 200 рублей. Деньги, вырученные от продажи разноцветного аксессуара, пойдут на помощь нуждающимся. Акция продлится до 28 декабря. Браслеты будут находиться в центре доверия. Там будет стоять наш ящик для сбора пожертвований. Туда можно будет прийти, положить 200 рублей, и вам выдадут браслет, который вы захотите. Также вы можете сделать перевод на Яндекс.Кошелек. Об этом есть информация на нашем сайте. Там указан номер Яндекс.Кошелька. Делайте перевод. Единственное, что в комментариях надо обязательно указать, что перевод сделан из города Ноябрьск. Указать цвет и имя. Проявить себя в творчестве смогут жители Ноябрьска с ограниченными возможностями здоровья. До 20 ноября в центре досуга «Нефтяник» принимают заявки о тех, кому уже исполнилось 18 лет по таким номинациям, как художественное слово, фото или видеоматериал, хореография, вокал и декоративно-прикладное творчество. Участникам необходимо предоставить фотографию или видеопрезентацию своего конкурсного номера в «Нефтяник». В течение следующих 10 дней жюри будет решать, кому же присудить первое место в каждой из номинаций. Итоги подведут 2 декабря. А награждение уже будет проходить в торжественной обстановке в детской школе искусств 2 декабря. Это будет концерт с участием и творческих коллективов города. И, конечно же, наши победители, они непременно будут, естественно. Они покажут свое творчество в каждой номинации, будет оформлена выставка этих работ. То есть люди, жители и участники конкурса все смогут познакомиться с тем материалом, который принесли для участия все конкурсанты. В ноябрьске с 15 до 18 ноября пройдет второй фестиваль, где рождается искусство. Главный гость праздника – народный артист России и пианист Юрий Розум. Вместе с ним в наш город приедут известные исполнители, такие как Даниил Контуашвили, Ирина Сточинская, Никита Токарев, Светлана Злобина и Дмитрий Бородаев. Они дадут мастер-классы для учеников музыкальных школ и педагогов не только Ноябрьска, но и Таркасале. Завершится праздник отчетным концертом. Музыкальная феерия в нашем городе пройдет уже во второй раз. Ее организаторы – Международный благотворительный фонд Юрия Розума и «Газпромнефть», которая в рамках программы «Родные города» поддерживает творческую молодежь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова